Ирина Хабаровская Врачи в сердце в форме, так как кроме полукультурки, все остальное вымерзает элементарно. Давай так, Ирина Хабаровская, вы не правы, или я не прав, нас история рассудит. На мой взгляд, Хабаровск, это довольно благодатный климат. И там 40 градусов морозов в районе города, ну скажем, ближайшие 100 метров туда-сюда, на юг, на север, на запад, 40 градусов морозов не бывает. В таком случае можно обходиться в бестерящейся форме. Но это, так сказать, общее понятие. Может быть где-то конкретное место, что там действительно вымерзает. Но не должно быть, не должно быть. Есть, допустим, вы знаете мой пример. Десять лет назад я был в саду Крутовского. Это под Красноярском. За 100 лет климат изменился. Это исторический сад, практически музей. За 100 лет климат изменился радикально. Появилась плотина, потепление произошло. 40 градусов зимние стали. А они как садили полукультурки, так и садят. Так вот, мой ответ, Ирина. Может быть вы первая, кто бросится заниматься полукультурками. А сразу перейдете на нормальный сеансовый подвой. Это может быть Антоновка. Там не самый худший климат у вас. Подчеркиваю, не худший. Это может быть полукультурный яблок. Это может быть Ронетка. Это может быть от меня Сибирьки. Улучшенные Сибирьки. Окультуренные Сибирьки. Как подвой. И тогда вырастет мощное дерево. 6, 8, 10 метров высотой. Которое совершенно плевать на ваши эти самые. И слово вымерзает, оно даже слух режет. Не может оно вымерзать в Хабаровске. Не может. Яблони-то, Господи. Вот так я прикидываю. Второй вариант, конечно. Корневые отводки. Они тоже хороши. У нас всех в Сибири. Ну, в нашем районе. Все садоводство основано на прививках на Ронетке или Сибирке. Так, а вы дальше пишите. Дело не только в морозах. В сильнейшем солнце. Ожоги зимние-весенние. Ледяные ветра зимние сушаются. Ну, против ветров. Ну, как хотите. Ну, я понимаю. Голость, степь и весь сушающий ветра. Ну, всегда можно найти такое место, где нет сушающих метров. Потому что есть защита какая-то. И когда вы же как, допустим, в Комсово-Ойственном море. Наверное, это где-то... Всегда, когда течет река, у них, как правило, одна сторона пологая, вторая обрывистая. Это связано с просением земли. И с тем, что вода все время подмывает один из двух берегов. Получается, один все выше, а другой все ниже. Вот это и есть такое явление. И я когда под Красноярском, и так, построили ГЭС, гигантский водоем. Водоем впитывает влагу. Зимой она дает влагу тепло. Вот. И мы ездим зимой, ездим, выбираем участок для моих друзей. Кругом. Это фактически, как, чуть ли не как, в аулах, в горах. Ниже, выше, ступенями. Везде дачи, дачи. Причем много добротных дач. Везде участки плюс 20-30 соток. И везде защита от этих иссушающих ветров. Почему? А потому, что построен на том берегу, который обрывистый. Это значит, хуже всем тем, у кого уже нет выбора. Вот какой есть, сейчас такой есть. Есть иссушающие ветра. Значит, придется прятать под снег. А вот если немножечко бы загоня подумать, что хороший дом, а никто не думает, будет ли здесь расти сад. При Паковский дом об этом не думает никто. Ну, ладно, идем дальше. Дмитрий Дубрях, телеги укороченные, дружите. Вот это вот тоже. Ну, когда я нажал рискнул. Сад Красноярск. Крупа создан для описания закладки частного плодового сада в городе Красноярск. Пошагово. Ну, что, здорово. Что скажу. Вот видите, еще один адрес появился. Так. Так, пригородных морозы до минус 45. Так, тоже мне голову морозил, что в Хабаровске минус 30, они же и не бывают. Вот. Так. Снова Татьяна, подождем. Ага. В Хабаровске он тоже на море. Так. Там персики выращивают. Я хочу в Комсомольске попробовать посадить персик. Так. Ну, персик тогда укрывать придется. Если вы правы, то минус 45. Только укрыты. Любовь. Олег Алексеевич, у нас обломилась огромная ветка на старой яблоне. Вытащите. Какой краской замазать рану после спиливания ветки. И дело в том, что я убеждался, что садовый бар, он недолго держится. Вот. А вот, допустим, такая густая масляная краска, я обычно зеленую выбираю. Мне везет. Она настолько густая, как сметана. Вот. А приходилось вот такие раны. Рушится ветка. Рушится буквально огромный веток. Смотришь, отпилил вет за пилой. Дерево-то остальное живо. Вот такая рана. Но я ничего другого придумать не могу. Кроме густой маслой краски. А зеленый цвет. Эстетика. Так. Лак мастика. Да, теперь. Вот лак мастика. Это фирменное изобретение нашего друга. Вот. Значит. Валерия Александровича Долматова. Вот. Это один из самых моих близких друзей. Он живет в Селябинске. И вот. Лак мастика. Это его фирменное название. Лак мастика. Он его делает с чего-то такого, которое что-то... То ли нефтью пахнет, то ли еще чем-то. Таким. Вот. Я пользовался, но учитывая, что оно удобно взял кисточку и прям поморозил. Особенно, когда я закатываю сельки. Я пенечки оставшиеся, я им замазываю. Ну, и какая это... Не помогает, как она называется. Садовый вар замерзает. А последние пару лет у него были проблемы, вот, у Валерия Александровича. И мне был вынужден перейти на масляную краску. Да, густая. Но ничего, хожу с баночкой. Вот. Отрезал, замазал густой маслой краской. Вот. Получается уже... Спасибо Сергею, напомнили. Про лак мастику долматов. Получается альтернатива. Или лак мастикой, или по-простому. Не каждый может достать, не каждый может скупить. Обращайтесь с лак мастикой напрямую в долматов. Да, вот. А нету? Значит, масляная густая краска. Так. Теперь смотрим. Кажется, мы сегодня не закончим. В Комсомольске всегда зимой хороший снежный покров. А в Хабаровске один раз пять лет. Вот. А куда они снег девают? Оставлю грушу ледневую вашу, привитую этой весной. Посмотрим, как она эту зиму перенесет. Место защищенное от ветров. Ну, вот видите, опишите про усушающие ветра. Садовый вар Бугаркова супер вещь. Да, Сергей, я с вами согласен. Я рекламировал Садовый вар Бугаркова, потому что я им не пользуюсь. Я говорю, а как, меня же никто не просил, я же за это ни копейки, просто от души говорю. Садовый вар Бугаркова. В последнее время появился очень похожий вар, такой же, как клей, с виду неотличим, баночка неотличимая, а исчезло слово Бугаркова. И мне такое подозрение, что это неправильный Садовый вар, потому что слова Бугаркова нет. А именно у нас продажа Садового вар именно Бугаркова исчез. Ну, это зависит от этих, от того, кто заказывает. Хочет, закажет, захочет, нет. Слушайте, кажется, все, никто уже не пишет. Давайте будем заканчивать. Значит, вы видите, заказать семена в каталоге. Хотите помочь всем? 100-200 рублей, это может быть, прислать на монтаж фильма. Я только сегодня 4 сделал. А здесь вы можете нажать, заказать семена в каталоге, и уже поконкретнее. Ну, бывает. Это Антон Валерий Сокронов упустил, что уже 2022 год. Но это не значит, что не надо сюда нажимать. В принципе, ничего особо не изменилось. И ставлю вас в известность, что, наконец-то, телевизионный канал, который ведущим Кудасевым, прислал рабочий материал. Эти съемки продолжались целый день. Снято несколько десятков сюжетов со мной и с Иоаном Александром Савельевичем, моей помощницей, ученицей и самостоятельно, довольным человеком, потому что она еще и аспирант университета. Значит, скоро... Это опять надо все переводить в эти фильмы. Это опять будет стоить денег. Так что, громко говорю, не стесняюсь. Хотите увидеть все эти фильмы? Скиньтесь, граждане, по копеечке. Я имею в виду по 100 рублей. 8 960 776 86 72. Все, друзья, до свидания. Я все с вами прощаюсь, но ненадолго. До следующего понедельника. Все, останавливаю трансляцию. 8 960 776 86 72. И этот мой телефон привязан к карточке Сбербанка. Помогайте распространять эти знания. Нас очень мало. До свидания.